Вот, кстати, ситуация вокруг деятельности миссии ОБСЕ в Донецке, в частности, в Луганске. Недавно была акция, местные жители вроде бы протестовали против того, что миссия ОБСЕ работает так, что в итоге какая-то информация кому-то передается, что их обстреливают и так далее. То есть недовольство работой миссии ОБСЕ. Представители ОБСЕ на территориях, контролируемых сепаратистскими ДНР и ЛНР. В частности, самое яркое событие это был пожар, когда были уничтожены несколько автомобилей миссии ОБСЕ в городе Донецк перед тем, возле того отеля, где они проживают, где они располагаются. Так вот, в связи с этим, украинские представители говорят, что это специально пытаются выдавить миссию ОБСЕ, с территории этих сепаратистских республик, чтобы они не мешали тем делать все, что захочется. То есть был пикет, протестовали и так далее. ДНР все пообещали, что они расследуют этот инцидент и так далее. Представители ОБСЕ сказали, что это давление, и несмотря ни на что, они будут продолжать свою миссию. Ну вот если предположить, кому-то удается достигнуть результата, и миссия ОБСЕ уходит со всей этой территории, из зоны конфликта, по крайней мере, по ту линию размежевания. Вопрос. А какие последствия это уходит из зоны войны, из зоны конфликта ОБСЕ? Кому выгодно это может быть? По большому счету это выгодно всем, потому что миссия ОБСЕ, она не нравится ни одной из сторон, и для того, что каждая сторона видит, скажем так, разные абсолютно функциональные ее нагрузки. Со стороны Украины считается, что миссия ОБСЕ должна быть чуть ли не миротворцем, которая не просто ездит с осмотрами, а держит полностью на контроле этой линии разграничений. С той стороны считается, что миссия ОБСЕ должна являться каким-то гарантом безопасности. А на самом деле миссия ОБСЕ это простые наблюдатели, статисты, которые, грубо говоря, вся их сила сводится к тому, что они могут выехать на место происшествия, описать ситуацию и сложить ее на своем сайте в каком-то там декларации публичном, вот и все. Вот мы однозначно имеем в пользу того, что это лидеры ДНР, ДНР или какая-то часть, да, руководство этих образований давит на миссию ОБСЕ. Можем в качестве доказательства иметь то, что был пикет в Донецке перед тем зданием, перед отелем, где находятся представители ОБСЕ, и в Луганске была акция. Но вот то, что касается этого ночного поджога автомобилей, вот самый интересный момент во всей этой истории. Я вот пытаюсь понять, это либо кто-то со стороны ДНР, тот, кто не контролируется властью, это сделал. Если сделали это сведомо руководство ДНР, то это совершенная глупость. Или как? Или это могли какие-то диверсанты сделать? Мне кажется, это не важно, на самом деле, что это сделал. Важно то, что к чему это ведет. К тому, чтобы создать какой-то повод для того, чтобы начать провоцировать активные боевые действия. Мы же видим по новостям, что идут такие мяло текущие боевые действия. Просто не хватает какой-то спички, которую можно разжечь на полномасштабном уровне. Просто нужна какая-то провокация. Поджог машин довольно мелко, надо что-то более масштабное, как было со сбитым Боингом. То есть, когда будет какая-то созданная масштабная провокация, чтобы любая страна могла объяснить выход с мирного формата. И, грубо говоря, почему мы отказались от каких-то моральных тормозов и стопоров. Вот и все. И к этому все, в принципе, идет. И я думаю, где-то, скорее всего, это будет конец августа, начало сентября. И это будет очередной виток боевых действий. Потому что, как мы видим, только война является выходом из политического тупика. Потому что дипломатия не работает. Они работают по разным причинам, мы не будем сейчас об этом рассматривать. Но просто так будет складываться ситуация, что и той, и той стороне нужна будет какая-то символическая победа. Посмотрим, к чему это все закончится. Да, то есть тут...